Дарья Мальцева Давайте вот с чего начнем. Начнем, наверное, с того периода, там еще лет 20 назад, да, очень активно, хотя в любое время, да, об этом говорили, что молодежь уже не та, она апатична, она не так себя ведет, как это было в наши годы и все остальное. Ну, мне показалось, что в последнее время как-то эти разговоры стали затихать, молодежь изменилась, да, или почему это происходит, ну, на ваш взгляд. Вы знаете, наверное, мы стали более терпимы, что ли. Молодежь разная, ее очень много, и она вся разная. В большинстве своем, безусловно, желающие творить и созидать в разных нишах. Мы, как Управление по делам молодежи, основной из своих задач, конечно же, видим и ставим, и реализуем именно на ход выявления этих самых ниш, выявления этих пространств, выявления интересов и потребностей молодых людей. Вот буквально в ноябре, в конце ноября, в декабре месяце, совместно с нашим информационно-аналитическим управлением администрации будем проводить социологическое исследование именно на тему интересов молодежи, инициатив молодежи. Готовы ли молодые люди сегодня мыслить во благо города, развития города, нашего края, и, собственно, в каком направлении эти мысли развиваются. Тогда, смотрите, если позволите, я дальше буду развивать свою мысль, почему еще, опять же, 20-15 лет назад было такое определенное недовольство у старшего поколения молодыми людьми. И объяснялось это тем, что, ну, такая молодежь несколько аполитична, да, молодежь как-то вот не хочет втягиваться в жизнь города, не очень хочет участвовать в этой жизни, не очень хочет, там, как-то свои желания, свои умения и свою энергию сопрягать с тем, что нужно городу. Сейчас, опять же, мое личное мнение, это во многом изменилось, да, и, допустим, такой пример, как молодежный день города, да, вот второй день празднования дня города, этому лишнее подтверждение, ведь молодежь достаточно активно себя ведет по отношению к городу, городскому пространству, городским улицам, те же волонтеры, мне кажется, этому тоже достаточно такой яркий пример. — Совершенно верно, и когда говорят, что расширение информационного пространства — это какой-то минус, да, на воспитательной функции в работе с молодежью, с другой стороны, это тоже плюс, потому что расширились возможности, теперь есть информация о том, где молодой человек может себя проявить, как-то реализовать, совершенно верно, где он может быть нужным, ведь это очень важно, и, наверное, самое главное, чтобы человек всегда был нужен и полезен, самореализовывался в той или иной области, которая ему интересна. — Ну тогда, смотрите, ну, Дарья, вы достаточно молодая девушка, но, тем не менее, я понимаю, что вот в этой вот молодежной жизни города, и, может быть, даже в какой-то степени, да, в административно-молодежной жизни города, я так понимаю, вы общаетесь или там вращаетесь уже достаточно давно. Сейчас вот такой инициативной молодежи, которая приходит и говорит, я хочу что-то сделать, да, не за деньги, да, не за, там, может быть, даже какую-то идею, просто потому что у меня есть возможность, желание и силы, и я готов что-то реализовать. Такой молодежи становится больше? — Такой молодежи становится больше, и помимо желания, еще есть большое вдохновение, много примеров, в том числе на международном уровне, случается, и молодые люди это видят и хотят то же самое внедрить и на нашу территорию, у нас в городе в том числе. Таких молодых людей очень много. Здесь можно остановиться и конкретно на тех молодых людях, которые участвуют на наших федеральных форумах, таких как Территория Смыслов, Таврида в Крыму. — Давайте тогда не будем забывать, да, давайте тогда не будем забывать и наши там региональные, да, то же самое регион 93, или ту же самую Дубраву, о которой, ну, буквально несколько дней назад в этой студии мы говорили. — Да, ведь туда приглашают экспертов самых разных уровней, в разных областях и культуры, и звезд, и мировых политиков, и журналистов, и молодые люди просто учатся чему-то, видят что-то новое, и, естественно, тогда появляется и возможность, и желание что-то сделать новое внедрить в городе. — Ну тогда, смотрите, раз уж мы заговорили о форумах, да, тех же самых федеральных, да, там, Территория Смысл или та же самая Таврида, я понимаю прекрасно, что для каждого региона, для каждого города, да, для такого города, как наш, да, для миллионного уже города, я думаю, что, ну, престижно, когда, ну, в данном случае их молодые люди принимают участие в таких мероприятиях, да, и я думаю, что дальше об этом говорится и на всевозможных совещаниях, и на форумах, да, и на каких-то встречах. — Если мы говорим о краснодарской молодежи, приходится загонять, то есть там, ты, 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 поедете на форум, будете представлять Краснодар, или здесь конкуренция, здесь действительно едут те, кто достоин, едут те, кто хотел, едут те, кто оттуда что-то могут привезти, и потом этим чем-то поделиться на территории. — Вы совершенно верно говорите, более того, мы не формируем делегации от города, которая едет на форум, сейчас есть система информационная АИС «Молодежь России», где молодой человек, прежде чем куда-то поехать, регистрируется, проходит вот этот самый отбор. — То есть это не наша, получается, история, да? — Более того, мы даже сами иногда не знаем, кто из краснодарских молодых людей поехал, нам уже потом эти списки приходят, или уже по факту мы понимаем, кто там был, потому что молодые люди приезжают оттуда не с пустыми руками, очень много выигрывают грантов. Вот буквально член нашего молодежного совета Аскер Тюрин выиграл грант на развитие студенческих трудовых отрядов, где он будет обучать и юридической помощи, и остальным моментам. У нас есть член молодежного парламента Сергей Бодров, который тоже выиграл неплохой такой грант на реализацию проекта «Территория безопасности», где прошел уже ряд мероприятий именно по оказанию, чтобы обучать волонтеров, оказывать первую медицинскую помощь, реагировать при чрезвычайных ситуациях каких-то. То есть вот с такими проектами ребята оттуда возвращаются, вдохновленные теми идеями, которые там транслируются. Ну тогда, смотрите, получается, мне кажется, да, в данном случае через ваше управление, ну, очень важно для власти, когда такие люди появляются, когда такие люди приезжают, да, у них есть грант, да, у них есть какое-то знание, да, у них есть какая-то база, да, на которую они могут опереться, а ведь дальше им нужно помочь эти самые гранты реализовать. Дальше, мне кажется, им нужно помочь те знания, которые они появились. Ну, далеко не все ведь могут поехать в Тавриду, да, но тот, кто там побывал, мне так кажется, да, он просто должен, обязан передать вот этот кусочек знаний тем, кто рядом с ним. Насколько здесь ваше управление, да, насколько здесь городские власти готовы помочь? А. В реализации тех же самых грантов. Б. Ну, вот в этой системе передачи знаний. Б. Мы всегда открыты к диалогу, и действительно, участники федеральных форумов и в наше управление в том числе приходят, и не просто на уровне специалистов управления рассказывают, как организовывалось это все, а в том числе уже и конкретно по шагам мы продумываем, как этот проект реализовать, мы безусловно помогаем, оказываем ресурсную, да, такую поддержку. Б. И таким образом, например, в будущем году мы будем реализовывать проект «Фолк пространства», то есть, скажем так, патриотическую работу гражданскую, да, мы немножко преподнесем с другой стороны, не только с точки зрения… Б. То есть несколько переформатируем, да? Б. Совершенно верно, да. Мы будем делать такой большой и конкурс, и серию мастер-классов, каких-то встреч, тренингов по созданию национальных костюмов, может быть, современных костюмов, но с элементами национальных каких-то узоров, вот. Б. А тогда, смотрите, а насколько вот эта вот обратная связь, да, существует? Я поясню свой вопрос. Мы можем взять там человека, который приехал там с форума, да, или там, я не знаю, из того же региона, 93, у него есть идея, у него есть там какие-то мысли, вы посидели у себя в управлении, придумали, да, это хорошая идея, давайте ее реализовывать. Б. А мы понимаем, а нужно ли это молодежи в широком, да, понимании? Готовы ли они включаться вот в этот там некий фолк-проект, да? Или готовы ли они включаться, там, я не знаю, в такую акцию, как кино нашего двора, да? Б. Мы же можем придумать это красиво, это, да, отчитаться и все. А это никому не интересно. Обратная связь существует? И как она осуществляется? Б. Обратная связь, конечно же, существует. Как правило, это все выявляется при встречах с молодыми людьми. У нас уже на системном уровне налажен диалог не только с точки зрения структуры молодежного самоуправления. Вот буквально мы сейчас опять запускаем, у нас каждый год это проходит презентационная сессия управления по делам молодежи вот в учебных заведениях. Мы постоянно выезжаем туда с разными проектами, но сейчас мы поедем именно с презентацией своего управления, своей деятельности, будем рассказывать о тех проектах, которые мы будем делать в следующем году и, безусловно, озадачим, скажем так, молодых людей, чтобы и они предлагали тоже свое видение этой ситуации. То есть это получается, подождите, я прошу прощения, что перебиваю, то есть это получается не просто там приехали в ВУЗ, собрали там в зале студентов, отчитались, те похлопали, собрались, ушли, то есть это диалог? Это полностью диалог, всегда с предложениями, некий такой брифинг с обратной связью, когда они говорят, интересно, неинтересно, плюсы, минусы, что добавить, что убрать. Тогда, смотрите, мы с вами начинали разговор, да, с некого информационного пространства, мы говорили о том, что сейчас, да, современные технологии позволяют распространять информацию, да, достаточно широко, как в одну сторону, так и в другую. Вот эти современные технологии, я не знаю, там, сайт, соцсети и так далее, они работают, я имею в виду на получение предложений, они работают на выявление лидеров? Да, безусловно, работают, но вы знаете, для каждой соцсети своя возрастная категория, да, конечно же, более востребована эта социальная сеть ВКонтакте, нам через эту соцсеть, у нас есть несколько страниц разных проектов, тематические группы, управления по делам молодежи, и даже просто граждане обращаются с теми или иными вопросами, и в том числе, конечно же, и обратная какая-то реакция здесь тоже. Мы продолжаем программу, еще раз хочу вам напомнить, что мы сегодня говорим о молодежи, у нас есть хороший информационный повод, это Всемирный день молодежи, который отмечается в ноябре, но говорим мы о молодежи исключительно Краснодарской. Дарья, вот опять же, в первой части мы программы так кусочком затронули эту тему, даже не развивали ее, я имею в виду молодежное самоуправление, у нас же есть, в городе есть ученический совет, да, у нас есть парламент молодежный, да, у нас есть молодежный совет. Насколько, на ваш взгляд, ну это вот такая, как бы это правильно сказать, ну такая жизнеспособная форма, да, объединения молодежи, потому что, еще раз говорю, да, мы можем придумать, там мы взрослые или там вы чиновники, мы можем придумать такую форму, и она там существует и существует. Насколько действительно эти люди, которые попадают в эти советы, являются, а, лидерами общественного мнения, и, б, могут повлиять на жизнь молодежи в городе Краснодаре? Вы знаете, наверное, на первую часть вопроса, насколько они, лидеры общественного мнения, мне ответить намного проще, поскольку выборы этих людей, их выбираем не мы. Вот буквально в октябре, 21-го числа, состоялись выборы органов президентов школьного самоуправления, то есть во всех школах города Краснодара проходили прям такие взрослые выборные кампании. Баталии. Совершенно верно, и с агитацией, и с дебатами, где выявлялись лучшие из лучших, и были выбраны президенты школ. Аналогичная ситуация и с студенческим советом. Здесь лучшие из лучших представители учебных заведений входят в состав городского совета, то есть мы и сами их не выбираем. Так получается, для нас очень удачно, что именно лидеры общественного мнения, молодежного, входят в наши структуры, они же и органы совещательные, то есть и мы получаем здесь, опять же, возвращаясь к обратной связи, и мы здесь эту обратную связь получаем. Что касается жизнеспособности этих структур, конечно же, молодые люди, ну скажем так, с возрастом, их интересы могут меняться, и состав этих структур молодежного самоуправления может меняться. И в начале, допустим, работы энергии много идей, а потом это немножко подутихает. Но в целом структуры, конечно же, жизнеспособные. И мы сейчас можем говорить смело о том, что очень много именно проектов, которые сегодня реализуются в городе по молодежной линии, именно инициированы структурами нашего молодежного самоуправления. Тогда смотрите, опять же, возвращаясь к нашему с вами разговору в первой части программы, вы говорите, вот у нас вот этот новый проект, вот у нас здесь мы будем что-то менять, вот здесь должно что-то новое произойти. Это связано с тем, что то, что мы делали до этого, было все неправильно, и сейчас мы это все меняем. Или просто жизнь меняется, и нам нужно, ну это такое постоянное обновление, это такой способ, в конце концов, ну заинтересовать ту же самую молодежью. Совершенно верно, меняются интересы, меняются потребности, и мы должны следовать этому веянию, и также менять формы работы с молодыми людьми. Мы сейчас запускаем серию, скажем так, новых проектов, которые будем реализовать уже в следующем году, и форматов работы. Говоря, опять же, мы сейчас в предыдущей части программы говорили и о диалогах с молодыми людьми, но мы не будем говорить сейчас только о положительных каких-то моментах. У нас есть такие моменты, как в работе, как профилактика, к примеру, о социальных явлении. У нас есть проект «Открытый диалог», когда специалисты в профилактике экстремистской деятельности, наркомании, выезжают также с учебными заведениями, со студенческой молодежью, с работающей молодежью в организациях, по заявкам организаций. Встречаются именно в узком кругу, в диалоге какие-то обсуждают проблемы и пути их решения. У нас в будущем году мы очень хотим запустить Краснодарскую лигу дебатов, тем более в преддверии, скажем, такой трехлетки, да, выборной, это будет очень актуально. Это такая, скажем так, инициатива, которая действительно пошла снизу от самих молодых людей. Мы запускаем сперва обучение, рассказываем теорию, потом идет практика, какие-то тренировки друг с другом, брифинги, потом уже непосредственно дебаты, споры. И мы учим молодых людей критическому мышлению, то есть не только полагать на чье-то мнение, а в то же время мыслить, размышлять, аргументировать свою точку зрения оппозиции. И самое главное, иметь собственное мнение. Тогда еще один аспект, о котором мне бы хотелось поговорить. Я помню, когда открывался молодежный центр, это вот там на Сормовской, да, это ближе к Комсомольскому микрорайону, для города это было большое событие. Но уже тогда, как мне кажется, было понятно, да, что вот такой центр, да, он нужен, необходим, но с другой стороны он находится, ну, как-то так вот несколько, да, обособлено и удалено, особенно если мы будем брать юбилейный микрорайон, да, или там фестивальный тот же самый. Есть в планах расширение вот такой формы работы, потому что, ну, опять же, как мне кажется, очень востребован молодежный центр. — Совершенно верно. В этом году молодежному центру, вот буквально в декабре, мы будем отмечать семилетие его, то есть такая уже готовая первоклашка, такой стартовый, да, скажем так, проект. Конечно, у нас, несмотря на то, что мы в какой-то степени чиновники, у нас тоже есть мечты, у нас большая мечта, чтобы мы в своей деятельности охватили как можно больше молодых людей, дали возможность большему числу молодежи реализоваться, и нам очень хочется открыть молодежные центры, возможно, в каждом городском округе. Мы сейчас идем к тому, чтобы открыть филиалы нашего молодежного центра на территории Западного, Прикубанского и Центрального округов. Мы сейчас подыскиваем помещения, безусловно, ищем финансирование на аренду этих помещений, помещение тоже должно соответствовать определенным стандартам. — Ну да, и большое, да, и уютное. — Конечно, такие планы есть, и очень бы хотелось, чтобы они в будущем году реализовались. — Ну тогда, смотрите, я не знаю, как это связано, может быть, вообще никак не связано. Молодежный центр, которому 7 лет, как вы говорите, да, открылся сейчас в Карасунском округе, и я знаю, что в Карасунском округе, и не раз мы об этом говорили с главой округа Николаем Алексеевичем Хроповым, что там есть своя программа работы с молодежью, да, и вот буквально в эти дни там скоро будет очередной форум, да, округ молодым. Опять же, я не знаю, связано это или нет, если откроете филиалы, если откроете дополнительные молодежные центры, может ли это повлиять на внутри, на ваш взгляд, внутриокружную работу с молодежью? — Вы знаете, действительно, наверное, карты так сложились, да, что именно тот округ, который больше всех проявлял инициатив, именно в нем и мы открыли первый молодежный центр. Ой, я очень надеюсь, что это будет правда, первый молодежный центр с другими. Карасунский округ действительно передовик, проводит ежегодно, уже много лет, форум округ молодых. В этом году форум будет, как бы, предрасположен, да, к будущему году, к году победы воинской славы, к году 75-летия победы в Великой Отечественной войне, и будет уже ряд мероприятий, в том числе, в которых мы принимаем участие. Это будет и экскурсии по памятным местам, и, безусловно, работа с молодыми людьми, дискуссионные площадки на территории округа и в учебных заведениях, и в трудовых коллективах, и на базе нашего молодежного центра в том числе. Это будет посещение и комплекса «Россия моя история», и нашего выставочного зала боевой славы. То есть будет ряд целых мероприятий. Традиционно Карасунский округ действительно здесь впереди, и очень бы хотелось, чтобы в остальных округах также объединяли молодежь под единой гидой округа. — Тогда давайте тогда будем заглядывать в будущее, опять же, хотя мы это делаем, да, на протяжении всей программы. — 75 лет победы, я понимаю, что эти мероприятия уже начались. Здесь даже, наверное, в большей степени не о мероприятиях, а о неком настроении. На ваш взгляд, современной молодежи, современной городской молодежи, насколько важна, а, эта тема, насколько, я имею в виду победа, Великая Отечественная война и победа в ней, насколько молодежь готова в это погружаться, насколько молодежь готова, да, ну, скажем так, как вот с тем самым задором и с выдумкой и с заинтересованностью в следующем году отмечать эту дату? — Вы знаете, вот я уже не совсем отношусь к категории молодых людей до 30, но... — Ну, зря вы, ну, зря вы так. — Ну, тем не менее, могу сказать, что даже во времена, когда я еще там заканчивала старший класс или обучалась в учебном заведении, не было столько возможностей и столько, наверное, даже мероприятий, если можно так сказать, для молодых людей, которые бы побуждали, какие-то патриотические чувства возрождали. Сейчас очень такая хорошая атмосфера, мне кажется, именно в патриотическом настроении у молодых людей. — То есть такая востребованная тема. — Очень востребованная тема, да. — Дальше, если говорить о будущем, да, понятно совершенно, что вы сами сказали, у нас будет такая вот трехлетка выборная, и к этому все равно нужно готовиться. Да, мы говорили с вами о самоуправлении школьном, вузовском и так далее, а вообще, опять же, на ваш взгляд, насколько для молодежи, интересно, вот эта общественная жизнь, насколько для молодежи, молодежь готова участвовать, что называется, в будущем, потому что, мне кажется, да, каждый выбор — это взгляд такой в будущее, да, потому что мы выбираем на достаточно длинный срок. Насколько молодежь, да, готова в это погружаться? Потому что, опять же, да, все обвиняют, вот вам только музыка, вам только интернет, вам только танцульки, песни и пляски. Молодежь современная, краснодарская, она политизирована? Ну, я имею в виду, она готова погружаться в политику? Вы знаете, как я говорила в начале, наши с вами беседы, молодежь очень разная, но в большей своей части, вот ввиду того, что мы соприкасаемся, работаем, проводим какую-то статистику, какие-то мониторинги, мы не берем идей и мысли из воздуха, действительно, мы как-то анализируем существующую обстановку. В большей части молодежь готова, и ей это интересно. Безусловно, есть над чем работать. Тогда, смотрите, ну, я понимаю прекрасно, да, сейчас такая небольшая оттепель, да, хотя уже холода так наступали, я прекрасно понимаю, что какая-то такая уличная активность, да, и просто активность, она, наверное, будет замирать, то, что касается молодежи. Есть еще мероприятия, допустим, там, до Нового года, да, или там, до весны, насколько сейчас, в данном случае, управление готово этим заниматься, и насколько, опять же, может быть, по вашему опыту прошлых лет зимой молодежная жизнь в городе замирает? Зимой молодежная жизнь переносится с улиц в теплые помещения, конечно, не замирает. Понятно, что в теплое время года все-таки больше уличный формат. Вот такая более заметная, да, получается? Да, более заметная для всех. Обывателя, да. А сейчас более-таки камерные мероприятия в других пространствах помещений. Вот тот же самый, я так понимаю, молодежный центр, я знаю, что там тоже программа меняется, да, вот. Совершенно верно. В молодежном центре, помимо того, что, естественно, молодежный центр в декабре будет праздновать свой день рождения, в молодежном центре также будут подводиться итоги года, будет проходить большой форум-фестиваль волонтеров «Горящие сердца», где будут награждены, поощрены лучшие, скажем так, из лучших, самые активные, лучше всех себя проявившие волонтеры, которые работали в течение всего года в городе. Это традиционная встреча тех, кто был в Дубраве, да? В том числе, да, мы называем ее «Встреча года», то есть выпускники нашего лагеря Дубрава, в том числе вожатые, мы подводим и здесь итоги, награждаем лучшего вожатого, лучшую смену, лучший проект. То есть получается, что вот то, что мы говорим о работе управления, итоги сейчас подводить достаточно рано, то есть все это смещено на конец года или там начало следующего, то есть тогда мы узнаем результаты работы. Да. Ну тогда обязательно приходите, когда итоги подведете, расскажете нам, и я думаю, что мы этими знаниями поделимся с нашими зрителями. Спасибо большое, Дарья, что пришли и ответили на наш вопрос. Уважаемые телезрители, вам еще раз хочу напомнить, мы сегодня говорили о молодежи, мы сегодня говорили о том, как молодежь и чем молодежь живет в городе Краснодаре. Гостем нашей сегодняшней программы была заместитель начальника управления по делам молодежи администрации Краснодара Дарья Мальцева. Еще раз большое спасибо. На сегодня это все. Увидимся в следующий раз. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok